мы продолжаем про ютюру под названием assassin's creed chronology с чайным окей давайте я не уже не помню где мы находимся так база до находимся как раз сейчас мы с вами узнаем где мы находимся а в порт в порте многие люди что у нас там по людям так элитный арбалетчик эти живые огненные огневые точки предпочитает стоять на одном месте и выстреливать потенциальные нарушителей чтобы изрешетить их градом арбалетных болтов окей порт цветок 16-летним этот же умер он сам наследие и судьба была предотвращена и она не мог стать супруга так это было воспитать воспоминания шао юн часть 3 городе не смолкает разговоры о юй даю не в своей башне он держит в заточении трех рабов и стязает их в свое удовольствие думаю если их освободить вместе месть о возвращении ассасинов разнесется по городу быстрее чем пожар бесполезное руководство понятное дело что она всегда разблокируется так что нам нужно синхронизация осколка 8 сундуков 2 освободить рабов окей так слева у нас ничего на лодках подальше от посторонних лос так подожди сколько есть примерно времени для чего мне все равно не спадать какой обзор максимальный сейчас у тех кто идет хорошо не достанет так тогда ничего страшного хотя мог здесь спуститься по идее или нет или не мог походу не мог так не по-любому просто на ту сторону нужно попасть но мне наверх также нужно попасть тихо 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 там один зор кажется поднимал окей туда что что-то придумаем подожди тут уже было долить и не могу так хорошо это одна из целей так и по факту бы вниз не попал нужно как-то отвлечь его однако нужно ли мне его отвлекать с другой стороны могу сделать таким образом попытаться по крайней мере и основе как мне вниз по а а а я бы достал в общем я подожди в общем в общем в я не пойму как мне не легче его убить но он заорет или нет ладно все равно золото получил так свиток 5 вперед межсаскиванная шао дзюни постоянно пробегала к своему шпионским навыкам в надежде отыскать способ сохранить за собой место на ложнице во время своих поисков она случайно узнал о тайне войне бушущий в запретном городе выяснить что тигры под предводитель за джан юна получила приказ от загадочных тамплиеров но еще и 2 таинственная организация которая противостояла тамплиерам братство ассасинов лидером ассасином был ван я мин наследник старинного рода известного философов изгнаны из-за пекины из-за столкновения с емнухами люди когда шао дзюни осознала что тигры тайну управляют китаем и что у них достаточно власти при дворе чтобы посадить на тронцовую марионетку она приняла решение связаться с ассасинами и вступить в их ряды так но это все конечно хорошо пойти я смогу туда попасть вот с этой стороны так ведь вниз вниз и сюда я могу пойти спуститься да типа попробуем если нет и потом резко заново начну да и все ай блок забыл плевать я тупо ну да слишком управление резко пошло-поехало а еще это было она была здесь попробовать могу лесами залезть в принципе я могу тихо тихо окей как он просто не заметил а теперь понял вверх хорошо тут я спрыгну я точно смог пойти должен нас отвернуться здесь хорошо что запутаться нельзя потому что здесь показывают куда идти ни один факт вниз нужно идти сумма есть мое дело сделано так как я успел в крепости томятся невиновные обреченные на пожизненное рабство я должна попытаться их освободить идеально идеально если бы не ты меня бы не был в живых и он испарился чисто просто испарился так все да кнопки нельзя поменять это очень плохо так тех я сразу же охранников про одолел есть шадин пришла к вян я мин у правителя провидции дзянь си и основатели не конфликционных философской школы и сообщил ему что она знает о том что он является лидером ассасинов однако она была не единственной кто узнал тайну ван ямина теперь тигры точно знают кто их враг она начинала следить за ван ямином и узнали личность многих его союзников тигры были готовы нанести удар неразбериха царевшая при дворе из-за отсутствия императора создала идеальные условия для атаки они намеревались избавиться от ассасинов одним ударом но совершили ошибку слухи готовишься нападением дошли до императорских наложниц и шайзюнь смогла вовремя предупредить ван ямина ну окей тихо это хорошо что я успел в какой-то степени все равно среагировать она будет с валей и хоть тревогу не запустили то радует так ничего не упустил по пути а то очень не хочется обратно потом лезть так позадался ханимуса смысле и колокольчики не добавили нужно как-то отвлечь его нужно как-то отвлечь его но мы только так можно где эта кнопка только так серкин сама более менее полезная вещь конечно можно было бы вообще без убийства но и 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 стражник с древковым оружием используя гуань дао древковое оружие распространенное в китаине из древних времен несмотря на тяжелое оружие и доспехи воин двигается очень быстро любой ценой избегает избегать его ударов но помните что перекат выполнить не получится осторожнее эти стражников искусственно обращается с сюрикенами они летают быстрее и наносят больше урона ясно короче две очки хп будут выносить так а что еще там было документы гуань дао гуань дао это китайское древковое почему древковое блять оружие чем-то напоминающее алебарду наиболее тяжелый вариант этого оружия служит скорее свидетельством сил владельца нежели эффективным оружием так мы его быстро убьем а на каком то а нет один заложник чисто справа мне нужно узнать радиус обзора да вокруг что тихо надеюсь и дальше так будет так убивая его что он придет посмотрит уйдет я быстро залезу наверх хотя просто на шифте пробегу и грохну его ну вот и все на помощь не переживай челик вот так а а а а а а а и а и и и и и и и а и и и и и а и и и и и но это плохо да бла-бла-бла-бла-бла говоришь просто его думаю там без блин давайте попробуем окей а Субтитры сделал DimaTorzok 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 но хотя и в подкат и что же можно точняк так одолеть так осталось два этих смысле где еще один осколок раз осколок два осколок я только два осколка вижу где еще один осколок ясно хотя да тут еще такая есть с другой стороны бац 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 Так, где у лучника мёртвая точка? Если он всегда туда будет смотреть, тогда я просто спущусь немножко пониже. Ага, у них полностью обзор на всех. Так, подожди, пока я здесь посижу. Кто я? Фух, он его не видит. Давай, 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 вверх. Так, при чём здесь золото? У меня два варианта кудать им. Фух, это самый вообще лёгкий. А хотя, подожди. Сложность какая? В этом никакой. Если бы не ты... Мне не было бы... Мне не было бы жизни. Так, подожди, всё. Отлично. Похоже на арену какую-то. Очень сильно похоже на арену. Так, я понял, что они будут в окна смотреть. Давайте представим, что я могу пробежать сейчас. Так, подожди. Ага. Причина за колоннами. Что такое? Что такое? Это вообще сейчас как происходит? Ну ладно. Ну да. А я смотрю, у меня уже никаких предметов нет. Есть. Ну хоть что-то окей. Теперь у нас есть. Катерл. Нажимайте Катерл. Откуда мне было знать? Есть. Ну я нажмал Катерл. Алло. Ах, блин. Есть. Причем здесь Катерл на прыжках. Причем здесь Катерл на прыжках. Ну окей. Наверное, я смогу забраться. Пойдем. Нужно как-то его отвлечь. Угу. Угу. Мысль хорошая, слушаю. Такого канала нету. Угу. Ну. Угу. гиги с приземление меня откуда начинаем нужно как-то его отвлечь ладно вниз быстро вниз 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 чё за хуй то вначале у него не было такого обзора нужно как-то его отвлечь так пускай его приятелю тут вниз посмотрят сначала ладно и так сойдет ну так сойдет и умидуань назад на ханимов со людям юй это юн юндаюн по прозвищу работорговость был тамплиером и выходить входил в группу евнухов называющий себя тиграми он был мастером торговли и знакомства иностранных языков и потому стал незаменимым человеком группы он наладил к торговлю рабами в макао продавая в португалию негодный политиков и захваченных ассасинов таким образом он одновременно увеличил благословение тамплиеров и избавлялся от врагов с этим противником лучше сражаться 11 все эти понял вот сейчас он смотрит смотрит смотреть об там плавал а а ну а Так, тихо, наверх, не туда. Немножечко сложно... Так, мне нужно просто за ним следить, да? А, убейте. Теперь меня просто нужно убить. Ясно, пускай убивает. Я что тупанул немножечко. Немножечко глупанул. Отвернись. Никогда не сделали. Ладно, пускай меня теперь убивают. но хотя бы я понял куда мне бежать сейчас я не успею, нужно ждать и плейдить все завершено бронзом ну ладно все-таки мне нужно было с ним все равно сражаться это принадлежит мне джан юн придет за шкатулкой он отомстит за нас очень на это рассчитываю улучшение улучшениями не знаем ли это ну то что и собираю не влияет выполняя скольжение ты можешь нанести противнику смертельный удар мячом это же так легко сделать продолжаем еще раз отлично на какую кнопку нажимать отлично твоя подготовка почти завершена выполни прыжок и бронзи врага мечом что за шипение отлично продолжай но это вещь очень полезная как молния попробую еще раз отличная работа шалоте этот этап обучение пройдет зато мне не придется постоянно просто в спину бить но подходить их ях я пол жизни тело еще не остыло ассасин где-то неподалеку может нам стоит обыскать доки мастер ци дзюй ассасины утверждают что защищают невинных покажем им что случается с теми кто идет против нас арестовать всех сжечь все корабли найдите ассасина последствия 1526 год макао когда был найдено тело ю джоня тю джуй бросил все силы на поимку шао джунь там пьеры заняли порт и заблокировали все швертовальные корабли и шаутю необходимо как можно скорее бежать из порта охваченного огнем тамплиеры хотят сжечь это место дотла самое время выбираться мы с вами на этом ребятки заканчиваем поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи всем пока